Девочки, привет! Привет, красотули, привет, мои сладкие, привет, 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 привет. Меня зовут Даяна Гагиева, и это мой YouTube-канал «Женская правда». Вся правда о женщинах и вся правда о мужчинах. О всех перепихиях их отношений. О том, о чем нельзя молчать, что нельзя держать во рту и не вместить статус в Facebook. И сегодня у меня в гостях фэшн-модель, инфлюенсер, фэшн-блогер и бывшая жена рэпера Чивы Инесса Су. Привет, Инесса. Привет, Даян. Большое спасибо, Инесса, что ты нашла время в своем плотном графике между завтраком в кофемане и обедом в кофемане и пришла, чтобы все рассказать. О вашем расставании с Чивой написано везде. У тебя в инсте, у него в инсте, у меня в инсте. В общем, везде, где я бываю, везде об этом написано. Расскажи, как это произошло? Ты смотришь, ты сильная. Ну вообще у нас с Чивой удивительная история любви. Да, я знаю, читал об этом в инсте. Да. Все было как в сказке. Мы познакомились, потом первое свидание, второе, третье. Потом был секс? Нет, секс был изначально. Потом мы познакомились, первое, второе, третье свидание. Ну как и у всех нормальных людей, реально. Да, а потом, в какой-то момент, ты сможешь, ты сильная, ты сильная, ты сильная, ты сильная. Я читал об этом инсте, соберись, ты расскажешь нам все. В один вечер, сидим мы дома, кушаем доставку из Горыныча, и он мне такой, киса, убери посуду в посудомойку. Что? Реально, реально. Ты не прикалываешься? Нет. Он сказал это своим сексистским ртом, вот это слово убери. Да. Это токсичное отношение. Это ненормально. Я просто понимаю, что он вторгся в твое личное пространство. Он сломал от свое долбанное колено твое личное я и выбросил в выгребную яму. И что ты ему сказала? Я сказала, я женщина, а не уборщица посуды в посудомойку. Реально, ты имеешь на это право, ты сильная. Абсолютно точно. Такое нельзя прощать. Я и не собиралась прощать. Я взяла как адекватная женщина все его вещи и выкинула в окно вот так, в окно, чтобы ничего не напоминало мне о нем в его квартире. Так поступают все адекватные женщины. Абсолютно точно. Скажи честно. Скажи честно. Он тебя харасил? Это когда бесплатно? Да. Харасил. Реально? Он харасил меня. Ты не прикалываешься? Нет. Реально? Он харасил. Пихарас. Абсолютно. Пихарасина. Чистой воды. Ну рассказывай дальше. Ты сильная. Ты сможешь. Я читал об этом в инсте. Дальше начался совсем абьюз. Что? Абьюз. Реально он тебя абьюзил? Чистый абьюз. В общем, в обычный день сидим с девочками в кафе. Значит, я, Настейша, Кэти, Окси, Вазген, Рафик и Армен. Обычная женская компания. Все адекватные девочки так сидят. Абсолютно с друзьями. В общем, он зашел, увидел все это и знаешь, что сказал? Что? Будешь дома, напиши. Что? Реально. Он это смог сказать своим патриархальным ртом. Он буквально сказал, что ты моя вещь. Я буду тебя контролировать. Дорогие подписчицы, а если вы когда-то попадали в зависимые отношения, попросите у своего парня карту и киньте нам донат. А я напоминаю, это мой ютуб-канал «Вся женская правда». И у нас в гостях Сосу Инесса. Инесса Су. Главное, что ты сильная Инесса. Да. Инесса сильная. Я Инесса сильная. Инесса сильная. Скажи, а что было главным спусковым триггером к вашему разрыву? Знаешь, я поняла, что наш пентхаус на Новой Риге стал гендерной тюрьмой. Когда он предложил выйти замуж и сделать ребенка. Он просто увидел в тебе свиноматку. Абсолютно точно. Он просто захотел, чтобы ты положила три года своей жизни только для того, чтобы он сфоткал своего бэбика и выложил в Инсте. Чтобы я об этом прочитал, понимаешь? Он просто хотел потешить свое ЧСВ. Ну и что ты сказал ему, когда он попытался растоптать твой чайлд-фри-адентити? Я сказал, знаешь, а не пошел бы ты «фак ю». У меня вообще-то шугаринг. Слушай, реально, ты такая сильная. Ой, такая гладкая. Да я с шугарингом. А, ну конечно. И где вы расстались? В самолете. В общем, мы летели в Куршавель. В Куршавель. Не на бизнес-джете. Что? Реально. Мне стало так себя жалко. Реально. Почему я лечу в этом бизнес-классе? Как мразь. Как мразь. Это явно тяжелая тема для тебя. Давай немножко отвлечемся, расслабимся и релакснем. Давай релакснем. Смотри, мои подписчики писали вопросы для тебя. Я задам тебе сейчас самые залайкленные. Реально, только он ли залайкленные? Только он ли. Погнали. Итак, твое любимое место в Москве? Рейндж Ровер. Мм, согласна. Теперь очень сложный вопрос. Скажи, Инесса, ты сможешь простить измену? Мм, ты знаешь, да. Более того, я даже прощал ее. Семь раз. Мм, кому? Себе. Оу. Ну и последнее. Практически все наши подписчицы спрашивают. Скажи, Инесса, а как ты ухаживаешь за волосами? Дорогие подписчицы, я пользуюсь только шампунем. Конская защита. Шампунь конская защита. И твои волосы идеально наматываются на кулак. Да, мои реально наматываются. И если вы закажете волосы на кулак и наматывательный шампунь прямо сейчас, то получите по скидке отличный крем для наших коленок и локтей. Антиковер. Ну что ж, спасибо тебе за твои честные ответы и за интегрэйшн. Anyway. Теперь сложный вопрос. Скажи, пожалуйста, ты все еще любишь Чиву? Кого? Чиву. А, конечно, люблю. Да, ты знаешь, люблю. Это, кажется, называется «Стокгольмский цитрон». Что? Ну, «Стамбульский ситком». Ты уверена? Ну, «Тамбовский страпон». Это когда ты проникаешься к похитителю в Альпатио. Да, да, я поняла. Это «Тарзанский стрепон». Блин, ты такая умная и сильная. Ты умная и сильная. Ты умная и сильная. Ты сильно умная вообще. Да, я работаю. Ну, что, ты работаешь? С собой. О, я испугалась. Ну, я поздравляю тебя, Инессочка, что ты нашла в себе силы перевернуть эту токсично-абьюзитивную страничку своей жизни. Ты реально восторг. Ты браво. Ты абсолютная. А он просто пещерный акулятор. Средневековый спермобак. Одноклеточный членоносец. Именно так. Реально так и есть. И пусть мой кейс станет поводом для миллионов женщин, которые ищут в себе силы быть сильными. Вы станете сильными, девочки. Девочки, будьте сильными. Ну, так и что ты теперь? Поедешь обратно к матери и отчиму в Челябинск? Почему? Ну, у тебя нет работы, тебе негде жить, у тебя нет бабосиков. Хм. Хм. Я об этом не подумала. Секундочку. Алло, Чива. Слушай, а... Да, конечно, котенок. Все, целую, киса. Давай. Да, я обратно в Челябинск. Понятно. Ну, что ж, а это был YouTube-канал «Моя женская правда». А в следующем выпуске мы поговорим с моим новым парнем, рэпером Чивой. Он расскажет о шалашовке, с которой недавно расстался. Меня зовут Алексей, а это моя семья. Катя, Юля. А шок? Ладно, Воня. Живем как все. Работа, дом, ипотека. Уволен. В смысле? Скоро все изменится. Я все придумал. Мы с детьми решили принять участие в реальти-шоу «Идеальная семья», чтобы выиграть 10 миллионов рублей. Правда, жена может не оценить. Нам нужно подержаться всего пару-тройку бис. Сколько? Новый комедийный сериал «Идеальная семья» с понедельника по четверг в 8 вечера на ТНТ.